В деревне правда вепсы живут? Правда, правда. Ты тоже вепс? Почему тоже? Просто вепс. И все сверлит меня смеющимися глазами, а зрачки у него такие светлые, почти прозрачные. Меня Костя зовут, а вас? Зовут меня Оською, а по метрикам Остап Емельянович я. Остап Емельянович, мне про вепсов товарищ по институту рассказывал, так... Шурка уклечет? Знаю, знаю, перебил меня Осько. Да откуда ж вы это знаете? Сон увидел. Шурка сам вепс и приходил ко мне во сне. Сказывал, что человечка ко мне отправил на разведку, так сказать. Ну все. Я зажмурился, сдавил ладонями виски, вскоре открыл глаза. А нет. Стоит передо мной мухомор Осько, улыбается, исчезать никуда не собрался. Но я же советский студент, без пяти минут дипломированный учитель химии. Я же не верю в колдовство и чертовщину. Я материалист, убежденный атеист. Однако... Почему я тогда сразу Шурку не послал куда подальше? Остап Емельянович, а правда, что вепсы-колдуны? Не, кривда. Через одного мы колдуны. А если правда, то среди нашего народа много таких, кто умеет больше, чем обычные люди. Не колдовство это. Это самое, что ни на есть естественное состояние человека. Просто в городах люди забывают свое прошлое, своих предков. И даже не догадываются, что дождь вызывать это расплюнуть. Мороза наслать любой сможет. Правда, чтобы мороз крепкий был и долго стоял, это надо на опытному волхву податься. Волхвы? Да ведь это же все сказки. Ах, Коська, дурачок. Какие же все дурачки. Что это у тебя за шрам на животе с правой стороны? Я глаза выпучил. Как он мог узнать о свежем шраме после удаления аппендицита? На мне одежда плотно застегнута. Схватился машинально за бок и смотрю, как мухомор щирится. Издевается надо мной. Эх, Костка, Костка, дурачок-чок-чок, дурачок-чок-чок-чок. Запомни. Когда чего-то не понимаешь, то нужно стараться понять, а не отмахиваться от действительности. Вот сказали тебе, что волхвов нет. Ты ей верить гораздо. А сам-то проверял? Нет. А вот наш великий вождь и учитель сам-то волхвом был. Ты думаешь, немца под Москвой в сорок первом генерал Мороз заморозил? Нет, Костка. Целая рать волхвов во главе со Старином напустили на немчуру такую стужу, какую только наш человек в силах вынести. Да врешь ты, всюди, отначал злиться я. Пойди тебя Шурка и подослал. Это он тебе про шрамы таппендиксы рассказал. Дурачок-чок, дурачок-чок, Костка, ха-ха. Че там у тебя в кармане куртки-то на груди? Блокнот? На десятой странице написано Варечка, Медичка, Васильевский остров, Малый проспект, дом 8, квартира, 18. Так, меня даже затошнило. Присущимися руками я достал блокнот и открыл его на десятой странице. Черт, что происходит вообще? Я вновь плюхнулся пятой точкой на камень и начал щипать себя за лицо, за руки, ноги. В разум помутился, смех и вепса сморчка долетал до меня словно через вату. Тогда я обхватил колени руками и начал биться о них лбом, чтобы стряхнуть это наваждение, проснуться, убедиться, что все это неправда. Правда, правда, Костка. И тебя выбрали ли походы ко мне потому, что ты поймешь и поверишь. А потом людям расскажешь, и они тебе тоже поверят. А другого не послали бы. Ты что, еще и мысли читаешь? Мил человек, а ради ты не читаешь? Вспомни, сколько раз ты, глядя человеку в глаза, заранее угадывал, о чем тут сейчас заведет разговор. Так это интуиция, это все научно объясняется. Ага, ага. Но на самом деле нет ничего под звездами, что наука не объяснила бы. Только не нужно это тем, кто наукой руководит, запомни. И это, когда вернешься к своим, ничего не рассказывай. А завтра все, что было, забудешь до времени. А когда же время настанет? А когда вспомнишь наш разговор, тогда значит и настало время. Тот, кому ты это передашь, тоже на годы забудет. Но придет время и вспомнит, и ты уже расскажешь. Только так знания предков передаются, словно в закрытом кувшине. Иначе темные повыведут последних хранителей. Каких хранителей? А вот ради этого тебя ко мне прислали, чтобы я тебе передал все про хранителей. Слушай внимательно. Бог создал Вселенную в пустоте. Сначала множество солнц. Каждое солнце родило планеты, а планеты были заселены людьми. Так появилась Вселенная. Наше солнце родило 10 планет. Сначала Плутон, он самый разреженный и наименее материальный. С его рождением солнца стало меньше, а плотность его увеличилась. Затем Солнце родило Нептун. Он по сравнению с Плутоном более материальный, более плотный. Размеры Солнца еще больше уменьшились, а плотность возросла. Затем Солнце родило Сатурн. И его плотность больше плотности Нептуна ровно настолько же, насколько плотность последнего больше плотности Плутона. Разница в плотности между планетами – постоянная величина. Зная плотность Плутона и величину разницы между соседними планетами, можно высчитать плотность любой планеты. Точно так же высчитывается расстояние от Солнца до каждой из планет. Зная разницу расстояния между Солнцем и Меркурием, а также между Солнцем и Венерой, можно автоматически, добавляя постоянную величину, находить орбиты всех других планет вокруг Солнца. Самая материальная всех планет, как ты понимаешь, Меркурий. Чуть разреженнее Венера, и еще больше разрежена Земля. Марс ровно на эту же величину менее материальным, чем Земля, а между Марсом и Юпитером была пятая от Солнца планета – Деница. В стародавние времена она ярко освещала Землю, и земные человеки считали ее сестрой Луны. Где-то ее называли Арджуной, где-то Аркентой, где-то Серебряной, засеребристый яркий цвет. А еще Деницу называли Авророй и Люцифером. Теперь необходимо сказать, что каждая из планет заселена людьми, только плотность у людей на каждой планете разная. Чем ближе к Солнцу, тем плотнее оболочка, в которой пребывает дух человека. На самых удаленных, менее материальных планетах живут совершенно бесплотные сущности, которые невозможно видеть человеческим глазом. Это их называют ангелами. Ты студент, ученый, запросто поймешь, что все зависит от количества материи, заключенного в одном объеме. Так, некоторое количество материи заключалось сперва в одном шаре, у которого радиус был равен расстоянию от центра Солнца до Нептуна. Потом, когда ждет Земля, весь этот запас материи сжался в шаре, радиус у которого равен расстоянию от Земли до Солнца. Расстояние от Нептуна до Солнца в 30 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Значит, объем первого шара в 27 тысяч раз больше второго. Из этого любой школяр высчитает, что на Земле в каждой единице объема материальных частиц в 27 тысяч раз больше, чем их заключено в таком же объеме на Нептуне. Все понятно? Так вот, и частота жителей планеты точно в такой же пропорции разнится. Чем менее материальная планета, тем более чистые, непорочные существа на них обитают. Наоборот. Чем более материален мир, тем труднее в нем существовать, тем больше в нем кривды и зла. Но не только живые существа, а человеки, населяют Вселенную. Все Солнца и планеты тоже живые существа, которые живут под ним и тем же принципом. Как в человеке есть со злым духом, так и среди планет встречаются те, которые, имея свободу воли духа, выбрали зло, вместо того, чтобы от него отвернуться. Планета деница выбрала путь зла, и началась Вселенская война. В этой войне деница пала, и осколки ее летают по прежней орбите, и называются поясом астероидов. Уничтожил деницу Марс, но сам едва не погиб. А дух деницы рухнул на землю в то место, где был центр страны наших предков, божьих детей Яриев. Если бы деница была более плотной, то земле ничего не осталось бы. Но поскольку она сильно разрежена, то все закончилось потрясениями, унесшими жизнью множество потомков Яриев. Сами Ярии не пострадали, потому что они существа из тонких материй. Они могут материализоваться и жить среди зумных существ с большой плотностью. От браков Яриев у людей рождались дети, и вы все люди, вы все потомки Яриев, и имеете часть их способностей. После падения деницы на землю были уничтожены города и целые земли. Эти события хранят легенды о битве богов и титанов и о провале под землю города Тартар. С тех пор зло расползается по земле. Многие из потомков Яриев подали в соблазну несущего сверта Арджуны и встали на путь зла. На территории, где жили Ярии, им удается нейтрализовать зло, но не хватает средств для полной его искоренения по окраинам. Там, где деница подчинила себе племена и народы, Яриям пришлось скрыться в тени, чтобы их невозможно было истребить. Ярии по-прежнему живут среди нас. Они могут становиться невидимы, но могут годами работать среди людей, и те даже не догадываются об этом. Ярии действуют в интересах человеков, защищают и оберегают, но в основном только косвенно. Нельзя помочь больному, если тот не желает выздоровления. Как только большинство осознает в себе право и естественное служение злу, так и Ярии выйдут из тени, и тогда придет полная победа над злом, принесенным на землю единицей. Правду об этой войне земли единицы нельзя хранить в письменах, ее можно только передавать за куполь на кувшинах, таким, каким избрали тебя. Ты получишь все знания, но помнить будешь только короткое послание. И даже это послание ты вспомнишь через много лет, когда придется передать его следующему. Затем его память будет запечатана на годы, чтобы передать последующим. Но в полном объеме все знания, вложенные в тебя, раскроются только тогда, когда люди будут готовы их воспринять и встать на сторону добра. Таких запечатанных кувшинов, как ты, по всей России около 400. Никто из вас никогда не встретится друг с другом и не передаст кладить знания до тех пор, пока не скончается их прежний владелец. Хранители строго следят за сохранностью каждого из 400, поэтому все вы можете рассчитывать на долгую и спокойную жизнь. Вас ни пули не берет, ни штык не и мыт. Про таких, как вы говорите, Сливчик в рубахе родился. Однажды придет время, и все 400 кувшинов распечатаются в полном объеме, и разла закончится. Деница будет изгнана на земле и отправится на более плотную планету. На Венере наступит век тьмы, но это не означает, что зло будет повержено навеки. Деница оставит на земле такую же скрытую сеть своих искусителей, которые будут хранить раз таки зла среди человеков, и точно так же передавать свои знания, чтобы однажды вновь восторжествовать. Борьба добра со злом длится вечно, и победы одного будут сменяться победой другого. Как долго будет длиться эра добра, зависит только от человеков. Все.